Когда вы закончили какие-то движения, обязательно накрывайте клиента. Для этого есть теплые полотенца, обычно подогревают, либо хотя бы простыню. Ту часть тела, которую вам надо поработать, вы ее открываете, либо ноги, соответственно, либо руки. Сейчас мы работаем с руками. Открываем вот эту вот часть. И руку также смело поворачивайте туда, куда вам ее надо. Надо работать с этой стороны, работайте с этой. Надо там куда-то повесить, можно даже сесть на стол, повесить и обрабатывать вот эту часть. Надо с этой стороны обрабатывать, прожду сюда, поработаем вот так. Как вам удобней? Нужно, в принципе, вот так вот положить. Понимаете, используйте свои собственные суставы, для этого свои собственные колени, ноги. Часто бывает на массажных столов, что-то подошечки выдвигающиеся. Можно на эту подошечку положить. Или я иногда кладу вот на собственном локоть. Вот. Вторая рука работает, да? Одна рука просто, как бы, задержащий. Или вот пальчик с огрузом я пальчик обрабатываю. При этом, мои забедренные суставы с него отдыхают. Видите, я на локоть с полу запараюсь. Еще раз, за время сеанса отдыхаю. Чем больше вы отдыхаете, тем лучше для вас сейчас. Ну, вот я предпочитаю начинать с такого положения, поскольку мы начинаем с плеча. как бы, с собой, с собой, с собой, с собой, с собой, с собой. Да, не знаю, может, вот здесь кладем. Каким? Ну, нет, ничего. Может, только, наверное, поближе? Да, мне кажется, что, наверное, поближе. Сюда поставить, это не будет. Да? Давайте, да, поставим. Так лица не будет видно, еще даже дальше. Немножко повторюсь, подкладываете ту ногу, к какому удобнее. Хотите с этой стороны, поставили вот так, если с этой стороны, ну, вообще, например, устали, да, что касается головной комиссии, сели, работаете спокойно, вот целью часть руки, да. Захотели, повернули руку вот так, да. Надо еще, конечно, предложить пониженку, положить на свою руку, работаете другой рукой. Или также обрабатывая какие-то суставчики и косточки одной с обоими руками, но на одну вы опираетесь полностью, расслабившись. Иногда даже я опираюсь так, что у меня нога вторая специально гусит, чтобы отдыхал мой собственный крестец, он растягивается вот этот момент. Видите, мой крестец растягивается, я отдыхаю. Смазали. Ну, начинать я предпочитаю вот отсюда. Потому что начинаем именно с плеча. Значит, мы его смазали. И движения начинаются, в принципе, все такие же, вы уже это все помните, да, разыгрывающими резкими движениями. Либо с этой стороны идете, либо с этой как удобнее. Обхватываю плечо. И идем голем кровь, опять же, от периферии к центру. Получается, что с костями мы работаем от центра к периферии, а с кровью наоборот, да. Вот мы ее разогрели. Если человек кузненький, да, вы его всем своим захватом не сможете захватить, просто будут косточки, тогда используйте зажимы такие, типа, я назову ее прищепка. Вот так вот, понимаете, вот я взял. Или пальчиками даже. Попробуйте, вот я взял прищепку, да. Ребята, то есть все остальные пальцы не работают, у меня работают только вот эти. Понятно? Только вот эти вот места у меня работают. Все остальные пальцы просто отведены в сторону, дабы не мешать. Прошлись по мышцам трицепса. Прошлись по мышцам бицепса. Далее у нас плечо имеет три пучка. Передний пучок, средний пучок и задний пучок. Они, в принципе, видны у человека, особенно у тех, кто занимается спортом. Накаченные, да, качки, у них это явно видно. То есть берем этот пучок и конкретно пальчиками прорабатываем. Средний пучок прорабатываем. Но часто у человека бывает, что болит, например, какая-то точка, да, и от нее опять элитно нерваться, по-моему, в локоть, и человек под определенным углом, под каким-то, например, не может руку поднять вверх. Бывает такое, да? То, соответственно, там внутри, опять же вспоминаем мышцы, которые крепятся, да, вот наши сухожилия, это мышцы приходят, сухожилия, которые крепятся вот вокруг этого, ну, ключицы, на самом деле, просто ключицы, да, вокруг кости ключицы. Находим вот эту точку и начинаем ее пальчиком уже в глубине, уже раздвигая мышцы внутри, мы там вот как-то начинаем ее проходить. Опять же, нашли какое-то место, где она, ну, это чувствуется, она натянута, как струна будет у вас. Иногда эта струна прямо отсюда тянется. Сейчас на меня. Вот видишь, у тебя все-таки что-то там есть. Вот находим это место. И помните, я вам говорил про три гидроноточки вот эти вот, да? Нашли ее, и так же вот на нее пальчик надавили, вы просто давите, ждете 10 секунд. Отпустили. Рука долго не имеет в этом положении, потому что идет, видите, лопата, належает немножко на позвоночник. Поэтому мы проработали и отпускаем дальше назад, чтобы уже начинать работать, опять же, с трицепсом, вот так вот, всеми нашими пальчиками. Ну, здесь нет смысла работать грубо, кулаками, да? Потому что тут нет таких сильных мышц, как у нас были на спине, особенно если это девушка. Если это лежит, конечно, культурист Шварценеггер, у него будет вот такая вот масса. Представляете, вот такой диаметр. Конечно, тут уже надо пожестче. А есть жирные. Жирные, то же самое, пожестче. Правда, говорят, что жирные, толстокожие, нечувствительные. Как правило, бывают и наоборот. Они наиболее такие, эти, чувствительные, да. Они сразу, ой, 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 не надо. Ну, в общем, маневрируете, да? Опять же, смотрите, у вас не хватило масла здесь, на вот эту затылочную сторону, потому что мы смазывали, когда рука лежала вот так вот, да? То есть та часть осталась сухой. А мы-то до этого работали, например, со спиной, и у нас локти остались в масле. Таким образом, берем это масло и используем, растирая локтями. По сути, не для того, чтобы делать массаж, а для того, чтобы с него снять масло. Но мое движение, видите, какое? По спирали идет. То есть я захватываю мышцы сначала в эту сторону. Видите, сама мышечные волокни пошли в эту сторону. А на обратном пути я их в обратную сторону. То есть одновременно три в одном получается. И растирающее движение, и разминающее, и еще и смазывающее маслом. Запомнили? Вот в эту сторону и в обратную. С поворотом. Вот. Рука лежит, можно опять же ее пройтись пальчиками мягко. Или вот прищепочкой, методом прищепок, вот так вот, в эту сторону. Когда делаете метод прищепки, еще хорошо добавить, опять же, такое растрясание. Помните, я вам показывал, когда у вас мышцы, как я возьму это, в пример, да? Когда вы берете их и вот так вот, друг от друга, немножко их тянете. Понимаете, у них получается одна сторона тянется, другая сжимается. Потом наоборот тянется, сжимается. Вот такие микро-растяжения, ослабляющие, мы делаем с помощью вот таких вот. Знаете, вот она, это мышца, как тесто, как змея. Вот так вот мы раз ее растрясли и довели, опять же, от периферии, от локотка нашего к ключичной области. Понятно? Давайте теперь попробуйте. Можно делать одновременно с двух сторон. А вот сюда они не сидели еще. Это мы еще потом выучим. Все, они до конца дошли. Да, берите масло, где-то еще второй флаканчик был. Масло еще лейте, а то все вылетет. Да, все будет. Напомню совсем, да? Ну, я сейчас его напомню. Как я вам показывал, сначала руки вверх лежат. И опять же начинаем с растирания. Растерли как следует, да. Всеми способами. И сначала ладонями, да. Масло, масло. Все, масла нет? Давай сюда, стой, стой, я сюда. Все, хватает масло? Да, вдоль мышц, вот ты правильно делаешь. Потом можно будет вот так вокруг обойти плеча. Согревающие движения. Сейчас у него может быть идти напряжение на спину вот здесь, да? Татьяна, есть? Ну, немножко потерпи. Это просто вот такое движение, это неудобно. Вообще, конечно, плечо положить расслаблено. Вот так, расслабляйся полностью. Ну. И добавьте лапу леопарда, отводящую от плеча. Вот так вот, вдоль вот этих вот широких, больших мышц плечевых. Они, в принципе, крепче всех других мышц практически у каждого человека. Так не лопатку, Машка, а мышцы. Маша, да, лопатку мы уже прошли, теперь делаем без плеча. Вверх надо или вниз? Можно и вверх, но я обычно говорю вниз. Несприятнее, чем вверх. От плеча. На самом деле. И тебе костечки. Сильные. Опять же, тоже люди по-любому путают. Вот иногда называют, развеем этот миф, называют плечом, вот это плечо считается, да? А вот это считается уже рука, как бы предплечье. Это, может быть, в этих, ну, художников, так, или в каких-то костюмеров, может быть. Но вот чисто анатомически, на самом деле, плечо, это вот эта часть, вот она сгибается, вот плечо. Здесь ключичная кость, понимаете? А вот это, лучше запяжественная кость, называется предплечьем. Вот эта часть предплечья. То есть плечо у нас, по сути, вот. Отсюда начинается и до сюда идет. Такой анатомический нюанс некоторый есть. Нонсенс. Ну что, размяли, теперь прищепчику делаем. От периферии к центру. Двумя, двумя руками, двумя. Ты не займешь, что-то сделала? Не займем. Сопли по-будет. Ну, сопли, это потому что, может, она тебе круглая. Ну да, у меня тоже сопли были по-будетам. Да? А, у тебя были? Немножко. Значит, тебе плохо массаж делать. Кто третий ложится? Ну, я еще согласна на ноги массаж мне делать. Если бы мне давно дают, конечно. Не знаю. Ну, смотри, ну не хаотично просто делать, да? А снизу вверх. Вот видишь, какие веретенообразные такие движения. Кольцевые, они как бы одно в другое переходят. Нет у тебя мягкости у этого. Старайся прямо, они чтобы... Вот. Маша хоть более прямолинейная действует, но у нее, видишь, нет отрыва. Да, у Маши лучше получается. У Маши лучше получается, потому что, да, она плавная. У нее есть движение. Есть начало и конец движения, понимаешь? Лови тоже, чтобы было начало и конец. Дима, запасел еще отсюда, вот тут и закончен, например. Отсюда у нас сейчас закончен, вот здесь. Дима, что у нас еще массажистка. Детская массажистка. Детская. Ну, детская. Ну, детей-то массируешь. То есть, мышцы вы должны чувствовать. Понимаете меня? Движение должно быть от начала до конца. Если попалась маленькая кельца, ты сразу нежность включила, Маша. Где спина, ты там как мужик. Максим, у тебя наоборот была спина, ты нежный был, а сейчас ты жесткий. Давайте опускаем руку немножко подальше, чтобы она не передавливалась в этот уголок стола. Но она пока гасит. И, помните, я говорю вам, с локтя своего смачиваю масло на тыльную сторону руки. И одновременно мы массируем и растираем. У меня я с мордой еще подерживаю. Хочешь лечь с дыркой? Лизу на дырку. Лизу на дырку. Значит, дырка с той стороны. Она с того перевернена. Да ладно. А потом тебя. Можно сверху. Может, давай, мы будем еще на тебе лежать на простыне, а Маша с тобой перевернена. А может, проще ее... Да, ну давайте. Мы че, с ума сошли? Да, мы что-то проверяем ее, давайте. Так позже, чем на простыне. Все? О, а то у меня и ноги замерзли, все замерзли. Ножки. Чтобы ноги не замерзли, прикрываем вот так вот внутрь. Да. И это сватинство. Да и полотенце. Где мою полотенце? Так, посередине. Я посередине. Какую? О, как? Как я люблю носиться, а? Как шумаханская царица, все ставим. Полотенце, где мое? А, вот. Сейчас я полотенце сейчас. Макс, вот мое полотенце. Вот, вот. Полотенце. Сюда? Вот, вот. А, под голову. Так, что было удобно, наверное, если... О, теперь можете мне массировать. Так, чуть-чуть. Так, да, вот с этой стороны. Лишь. Лишь. Что, меняемся? Шоростом такое. Все. Шоростом такое. Хотите, руки у меня, да? Давайте меняем. Мне как-то устали уже так. Меняем руку, вешаем ее вниз. Предплечье опускаем вниз. Да. И начинаем, да, вот такие движения. Машка, а, втирай? Да. Угу. Винтообразные такие движения. Как бы ввинчиваемся, но сказим мимо. Руки и обратно. Ввинчиваемся, но мимо руки. Вот. Попробуйте применить другую позу. Попробуйте сесть именно на стол бедром. Вот так вот положить, да, вот так вот. А руку положить, да, вот так вот. Да. И начинается опять этот метод прищепки. Проходим вот эти косточки. Вот мне вот эта рука не меняет. Ну, может, еще с того, что я это. Что ключи-то славяные было. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова